Здравствуйте, дорогие друзья! С вами монахиня Мария. Как всегда, нашу тему нам дают подписчики. И звучит она в следующих вопросах. Первый вопрос, он более конкретный. Существует ли синдром хронической усталости? Да, действительно существует. Мало того, надо сказать, что он теперь уже не просто синдром, а его перевели в разряд заболеваний. И это произошло в 1988 году. Почему? Да потому что очень уж много распространилось этого явления. Где же и как, и почему, и среди кого? Ну, в первую очередь было определено, что это заболевание характерно цивилизованным странам. И самое большое количество людей, страдавших им, это Соединенные Штаты и Австралия. Но в них самих больше всего людей болеют именно в мегаполисах, то есть в самых больших городах. Там напряженная жизнь, очень ускоренный темп жизни. И кроме того, люди в возрасте 25-45 лет, то есть самый трудоспособный возраст. А какие же профессии? И больше всего профессии с какой-то повышенной ответственностью. Например, врачи, особенно врачи-хирурги, пилоты, водители разных агрегатов. Кроме того, предприниматели. То есть любые должности с повышенной ответственностью. Из всего числа, вот если их принять все за 100%, оказывается, где-то процентов 75-80 падает на женщин. Вот поэтому, конечно, женщины страдают гораздо больше, чем мужчины. Как же это все проявляется? И какая же самая главная характеристическая черта вот этого явления? Это постоянная усталость, хроническая усталость, которая не проходит даже после достаточно длительного отдыха. То есть человек иногда утром уже встает усталый. То есть на него не действует сон. Человек, если, например, хорошо выспался, то утром он встает бодрый. И в течение дня, работая, он, конечно, к вечеру встает. Если он на следующее утро опять встает бодрый, это нормальное явление. Это то, что обычно и бывает вообще у любого человека. Но бывает такой момент, когда человек чувствует разбитость, недостаточное состояние, но не сразу. А вот в момент, когда он встает, вроде бы ничего, вроде бы он бодренький, но уже буквально через час, через полтора часа он начинает опять ощущать желание прилечь, поспать, опять вялость. Через какое-то время он прилег минут на 10-15, ну все, хватит. Достаточно, я уже в норме. А нет, что тут такое? Здесь надо, конечно, подумать, скорее всего, о каких-то хронических заболеваниях. Поэтому здесь уже должно быть обращение не просто к психологу, не к психиатру, а уже к терапевту с широким профилем, человеку с такой хорошей практикой, чтобы он разобрался, а нет ли там каких-то хронических заболеваний, которые дают нам вот такое состояние. Потому что, конечно, хроника, если она существует в организме данного человека, она, конечно, отбирает энергию. Отбирает энергию, потому что организм постоянно с ней борется. И поэтому дополнительная какая-то нагрузка уже вызывает вот это состояние или желание отдохнуть, желание еще дополнительно, кроме сна ночного, поспать и так далее. Что же еще может быть? Очень важно следить за желудочно-кишечным трактом. Желудочно-кишечный тракт нам дает очень большую энергию. И когда в нем сбои, то там начинается уже, конечно, недостаток этой энергии. Поэтому здесь очень важно, как мы едим, что мы едим, в каком режиме, есть ли этот режим, и насколько мы потребляем те вещества, которые нужны. Вот в осеннее время еще, так сказать, мы держимся. Но начинается вот зимнее время, особенно зимнее-весеннее время, когда очень не хватает витаминов в тех продуктах, которые мы потребляем. И кроме того, в этих продуктах еще и может не хватать микро- или макроэлементов, которые тоже могут отражаться. И воспринимается это как постоянное чувство усталости. Вот, например, магний, такое вещество, которое, если его не хватает, то постоянное вот это вот ощущение угнетенности и недостатка сил. А если еще и калия не хватает, то мышцы расслаблены. Поэтому спортсмены всегда употребляют обязательно какие-то вещества, обязательно какие-то таблетки, содержащие калий. Для них это особенно важно. Кроме того, можно также вспомнить и знать, и многие знают это, недостаток железа или образует нам в организме железодефицитную анемию. И это тоже вызывает такое ярко выраженное чувство слабости, чувство сонливости. У меня у самой был такой момент, когда у меня вдруг резко понизился гемоглобин, но это было кровотечение, вот такое непредсказуемое в кишечнике. Я почувствовала, что падаю в обморок от того, что я поднялась на четвертый этаж. И, конечно, пришла на работу, это на четвертом этаже работа была. Заведующий говорит, срочно, срочно определяй гемоглобин. Действительно, гемоглобин был очень низкий. Поэтому вот эти причины тоже могут вызывать вот такое ослабление организма. Поэтому нужно знать, где основные причины, где побочные. А главное, чтобы вовремя прийти к специалисту, терапевту и отдифференцировать одно от другого. Вот. И знать, что вот, да, действительно, как можно поправить. Ну, конечно, полноценным питанием. Мало того, витамины с микроэлементами, которые, конечно, пополнят по-настоящему этот дефицит. И магния, и калия. Особенно важно также в сочетании с железом витамин D. Но еще может быть другой вариант, мои дорогие. Те же самые симптомы могут давать и различные заболевания, которые мы не можем сами определить. Мы просто чувствуем усталость, сонливость и так далее. Такое же состояние развивается и после перенесенных тяжелых заболеваний. Но после того же ковида очень долго люди жалуются на состояние слабости, нарушение памяти, неспособность к концентрации внимания и к такой напряженной умственной работе. Это все симптомы тоже хронической усталости. Вот. Это все аналогично. Но здесь ясная причина. Причина – перенесенное заболевание. Человек чувствует еще достаточную слабость, восстановительные процессы ослаблены. Поэтому требуется выдержка, время на то, чтобы восстановиться. Поэтому надо человека успокоить, назначить ему восстанавливающие процедуры, массаж, плавание. Тогда человек спокойно переносит это, ждет и понимает, что все, так сказать, будет все поправимо. Но вот такой вариант, который я сейчас расскажу, это типичный синдром хронической усталости. Когда уже проснувшись утром и встав, человек чувствует усталость. Здесь иногда требуется уже даже и медикаментозное лечение. Что же тут такое происходит? Где же главная причина в самом организме? А причина в том, что затрагиваются нейрогормональные процессы. Мы знаем, что у нас есть разные и гормоны, и медиаторы. Медиаторы – это вещества, которые дают нам соединение разных нервных окончаний. Или одна нервная клетка передает импульс на другую с помощью вот такого медиатора. Вот к ним, которые являются иногда и гормонами, и медиаторами, относятся, например, серотонин, мелатонин. Серотонин – это удивительное вещество, которое называют гормоном радости. Для его существования и образования требуется солнечное освещение. Вот поэтому люди южных стран, они какие? Они более живые, они более радостные, они более такие подвижные, потому что у них очень много солнца. А мелатонин наоборот. Он образуется в темноте, и он образуется ночью. Он является как бы гормоном сна. Но не совсем от него зависит сон, а он регулирует циклы смены бодрости и сна. И поэтому он тоже является очень важным веществом. Чтобы себя лучше чувствовать, нужно обязательно прогулки, особенно в светлую, яркую, солнечную погоду. Что вовремя нужно ложиться спать. Что особенно вот сон до 12, он очень ценен. Он гораздо ценнее сна после 24. Значит, ночь должна быть для сна. Некоторые люди любят спать с зажженными свечами или с зажженной лампочкой. Вот это неправильно. Это уже нарушение каких-то процессов, которые нам не дают нормальную выработку тех веществ, которые регулирует нормальный сон. Поэтому вот это надо, конечно, помнить. Нам надо также помнить, что малоподвижный образ жизни дает нам очень много моментов, которые потом заканчиваются синдромом хронической усталости. Поэтому вот это вот движение и связь всех органов в движении, в выработке определенных гормонов, особенно норадреналина, гормон, который является гормоном, стимулирующим и утверждающим все, так сказать, наши победы. Этот гормон тоже связан также с гормонами, с серотонином, с мелатонином. Вот поэтому, видите, как важно наше правильное отношение и к питанию, и к своему поведению, и к своему движению, которое должно обеспечивать нам нормальное взаимодействие всех систем организма. И тогда синдрома хронической усталости, не будем от него страдать. Субтитры создавал DimaTorzok